Всего на воинском учёте на сегодняшний день состоит около пяти тысяч человек. В этом сезоне из них призовут 2300 юношей. Первые две сотни проходят независимое медицинское обследование. Хирург, стоматолог, терапевт – ребят проверяют по всем параметрам. Шестерых из них по уже сложившейся сочинской традиции отобрали в президентский полк. Это большая честь служить в президентском полку, это почётно. Главное – это желание, мне кажется. Ответственность, патриотизм. Ты должен действительно хотеть туда попасть. В президентский полк 20-летний Алексей поступит с высшим образованием. На руках у него диплом транспортного управленца. И вообще отмечают в военкомате призывники с высшим образованием – это уже норма. И такая тенденция только улучшает качество армии. Потому что в нашей армии прошла всё-таки технологическая такая революция. Стала новая техника, её надо обслуживать. И, конечно, обслуживать её надо грамотными, толковыми специалистами. А люди, получившие высшее образование, уже имеют какой-то свой опыт и навыки в этом. Получить специальность предлагает и сам военкомат. Призывникам предоставляется возможность обучаться в автошколе и идти в армию водителям. Что же касается нынешних призывников, а их 274, то они попробуют себя в разного рода войсках. Охвачены практически все виды. Но остаётся в армии и отрицательная тенденция. Уклонисты никуда не делись. Правда, цифра с тысячи объявленных в розыск сократилась до 240. Беглецам напоминают, с января 2015 года вышел закон, согласно которому вместо военного билета им будет выдаваться справка с поправкой. Не служил в российской армии, не имея на это законных оснований. Первая же отправка – в середине октября. В целом, за осенний призыв, который продлится до 31 декабря, в Сучинском военкомате ожидается порядка 14 отправок.